Праздничное утро началось бодро и спортивно. От взвода управления стартовала особая стальная эстафета. Не помешала даже жаркая душная погода. Участники говорят, нам, металлургам, к жаре не привыкать. У всех волевые качества очень на высоком уровне. И постоянные тренировки. Ну и здоровый образ жизни. А такого карнавального шествия, признают сами заринчане, город еще не видел. Главная тема – чемпионат мира по футболу, которым сегодня живет и вся страна, и, конечно же, Заринск. Футбол смотрели? Конечно. За кого болели? За наших. А как же Серхо Рамос? Не надо, нам наши нужны. На главной площадке стадионе «Юна» с тем временем гремел настоящий фестиваль спортивных и развлекательных шоу. Впервые в Заринске работала креативная фотоплощадка, где участники могли стать ближе к звездам мирового футбола. Как отметил генеральный директор Алтай-Кокс Павел Лизагуб, группа компании НЛМК внесла свой вклад в чемпионат, поставив на строительство объектов более 50 тысяч тонн металла. Успехи страны, заслуги в том числе города и его жителей. Наше движение вперед, каждодневное, оно приводит к тому, что мы делаем и малые формы, и делаем фрески, и вводим спортивные сооружения в строй. Это делаете вы. Это самое главное. Он отметил, радует, что город не только развивается, но и молодеет. Кстати, для совсем юных гостей праздника были приготовлены свои конкурсы и развлечения. Тем временем взрослые состязались в силе и ловкости. На турнире «Стальные волонтеры» победила команда «Крепкий орешек» коксового отделения номер 3. Поздравляем вас с победой, ребят! Спасибо! Как эмоции, как ощущения? Супер! А вечером перед жителями Заринска выступили самые настоящие звезды эстрады Александр Маршал и Николай Расторгуев. Над городом прозвучали песни, такие знакомые и близкие, что многие искренне и с душой подпевали. Завершился этот долгий и радостный день традиционным праздничным салютом, осветившим разноцветными огнями улицы Заринска.